Девушки отдыхают В окне кабинета он увидел, как его сотрудники оглядывались по сторонам с ошарашенным взглядом. Сквозь дверь до него доносилось эхо чьего-то бормотания. Одна из сотрудниц закричала. Эдом ощутил прилив негодования. Затем прогремел второй взрыв, настолько мощный, что стекло кабинета покрылось трещинами. Скрывшись под столом, Эдом достал свой АК-47. Сняв автомат с предохранителя, Эдом поднялся из укрытия. Никто не посмеет атаковать его этаж, если они хотят остаться в живых. Возможно, отдел по работе с клиентами мог провернуть какой-то трюк, но только не с отделом продаж Эдома Кларка. Эдом покинул угловой кабинет и осмотрел свою команду. Питер, его главный торговый представитель, стоял над своим столом, заряжая свежую обойму 45-го калибра. Он кивнул Эдому, а его глаза были холодны, словно сталь. Карен вздохнула, пытаясь заставить свои руки перестать дрожать. Справившись, она достала Мак-10 из своей сумочки и подняла, лежавшая рядом с ее креслом, мачете. Карен отошла от стола, развивая своими ярко-рыжими волосами из стороны в сторону, чувствуя одновременно и гордость, и похоть, вызываемую Эдомом. Она надеялась, что когда они отобьют атаку, Эдом пригласит ее в свой офис и лично отблагодарит за страдания. «Как думаешь, кто это?» — спросил Питер, подойдя к Эдому. Бухгалтерский отдел в последнее время стал слишком дерзким. «У них не хватает яиц, чтобы связаться с нами», — поддержала беседу Карен. Она подобрала подол юбки и, резко порвав его, сымитировала длинный вырез, доходящий почти до бедер. Эдом оценил гладкую фарфоровую кожу ее ног. «Для мобильности», — пояснила она, увидев его заинтересованный взгляд. «Не имеет значения, кто это может быть», — сказал Эдом достаточно громко, чтобы услышала вся его команда. Они собрались вокруг него, численность чуть более пятнадцати сотрудников. Эдом услышал всхлипывания и крики, доносящиеся из другого конца кабинета. Но его команда хранила хладнокровное молчание. Они были готовы к столкновению с любым противником. «Мы знали, что рано или поздно это произойдет», — сказал Эдом. «Мы готовы. Мы выстоим». Он осмотрел свою команду, все члены которой одобрительно кивали, сверкая голодными глазами. Питер занял позицию, держа свой сорок пятый калибр на готове. «Всем занять позиции! Никого не жалеть! Понятно?» Отряд дежурно поддержал его слова. По кивку Эдома команда сосредоточенно разбежалась по кабинету, занимая позиции за столами рабочих мест. Эдом одобрительно смотрел на работу своей командой. Они справятся. «Мистер Кларк!» Это была Карен, смотрящая прямо на него сквозь копну своих огненных волос. «Да». Она подошла поближе, загородив обзор Эдома своей грудью. «Можно будет поговорить с вами с глазу на глаз после того, как все это закончится?» «Конечно!» Ответил Эдом, почувствовав внезапную сухость во рту. «Хорошо». Она послала ему воздушный поцелуй, затем пересекла кабинет, заняв передовую позицию рядом с Питером. Затем началась атака. К удивлению Эдома, это был почтовый отдел, чего он точно не ожидал. Они ринулись из вестибюля, наклонившись вперед и двигаясь, словно стая диких обезьян. Они громко кричали, имитируя боевой клич. Большинство были вооружены бейсбольными битами, а в некоторых в руках были топоры. Их лица и униформа были размазаны в крови. Видимо, это была кровь их предыдущих жертв. Вероятнее всего, они проходили этаж за этажом, убивая все на своем пути. И теперь они достигли семнадцатого этажа, готовясь вступить в бой с отделом продаж. Эдом открыл огонь. Первые ряды сразу распались, падая от полученных пуль. Следующая волна все же понемногу продвигалась вперед, двигаясь словно в танце. В то время новые очереди из пуль врезались в их ряды. Часть атакующих упала на пол. Только Эдом воспользовался моментом, чтобы поменять обойму, как тут же в их сторону ринулась новая волна. В этот раз их было еще больше, в их глазах читалась жажда крови, и они были голодны. Эдом начал волноваться. К этому моменту Карен с Питером присоединились к кровавому пиршеству. Карен выпрыгнула из засады, выпустив целую обойму из своего Мак-10 прямо в лицо первому попавшемуся на глаза клерку. Его голова взорвалась, словно спелый арбуз. Взмахнув своим мачете по широкой дуге, Карен обезглавила троицу обезумевших клерков еще до того, как они успели ее заметить. Питер размахивал своим сорок пятым из стороны в сторону, каждым выстрелом снося очередную голову. Когда патроны подошли к концу, он быстро ударил ближайшего клерка рукояткой перед тем, как зарядить новую обойму. Эдам одобрительно улыбнулся в сторону Питера, а затем продолжил стрельбу. Волна за волной, прямотообразные клерки забегали в офис Эдама, пробивались сквозь пулевой заслон. Карен и Питер отошли назад, дав своей команде вступить в бой, после чего битва стала еще более бешеной и непредсказуемой. Эдам смотрел на то, как упавшие члены его команды были буквально вдавлены в пол и затем разорваны на куски голыми руками. Он увидел, как один из сотрудников почтового отдела напрыгнул на тину, одну из новых сотрудниц Эдама, оскалив зубы прямо над ее горлом. Эдам выстрелил ему в голову и ударил ногой другого клерка, пытавшегося занять освободившееся место. Во время потасовки Эдам потерял из виду Карена и Питера, но он все еще примерно представлял, где они находятся, ориентируясь по звуку умирающих в агонии врагов. «Они должны одержать победу! Без вариантов!» Внезапно воздух прорезал электронный голос, и все замерли. «Внимание! В здании будет запущена процедура полной ликвидации! Все двери и оконные проемы будут заблокированы в течение пяти минут!» Весь этаж затих, даже бой на какой-то момент прекратился. Процедура блокировки никогда не использовалась ранее, так как предназначалась лишь для самых чрезвычайных ситуаций. В течение пяти минут все двери будут полностью заблокированы, так же как и оконные и вентиляционные проемы. Затем здание будет накачано цианидом водорода, уничтожая все живое на своем пути. Эдам осмотрился. В его распоряжении осталось одиннадцать бойцов. Они вопросительно посмотрели на него. «Западная лестница!» — без слов понимая их, крикнул он. Отдел по продажам скооперировался в один сплошной организм, прорываясь сквозь оставшиеся ряды соперников из почтового отдела. Эдам ввел их спереди напрямик к спасительному лестничному проему. Семнадцать этажей за пять минут, но это не составляло особой проблемы. Питер и Карен удерживали дверь открытой, пока остальные забегали внутрь. Тут к ним подбежал кричащий от ужаса сотрудник с другого конца этажа. «Помогите!» — орал он на бегу по направлению к лестничному проему. Питер выпустил очередь по его коленным чашечкам, отчего сотрудник упал, распластавшись по полу. Карен добила его, послав ему на прощание еще одну очередь из своего МАК-10. Она кивнула Эдаму. «Идем!» Лестничный проем был погружен в темноту, а лишь редкие вспышки эвакуационных фонарей давали небольшой просвет. Отдел по продажам уже успел спуститься на два этажа ниже, в то время как Эдам побежал вниз, вслед за Карен и Питером. «Как думаешь, почему они запустили процедуру?» — спросил Питер. «Это не имеет значения. Все, что нам нужно сейчас, так это успеть покинуть здание до того, как они запустят газ. Аминь!» Тут Пол начал сильно вибрировать под аккомпанементы громкого металлического скрипа. Карен с Питером застыли в полушаге. Эдам слышал, как впереди идущие члены его команды перешептываются. «Не останавливаемся!» — крикнул он. «Двигайтесь, черт возьми!» Он услышал шаги и затем звуки гнущегося металла. Затем были... крики. Карен и Питер обоюдно бросили взгляд в сторону Эдама. Он прислушивался к ужасающим крикам, доносящимся с нижних этажей. Гулкая эхо доносилась до них с каждым этажом, усиливая весь ужас исходящих с низа криков. Эдам обогнал Карен с Питером и быстро побежал вниз по лестнице, надеясь на то, что с его командой все будет в порядке. Карен и Питер побежали вслед за ним нога в ногу. И тут он увидел то, что осталось от его коллег. Толстый мужчина по имени Деррик и женщина в возрасте по имени Клейр. Они сжались в один комок, лежа в углу на лестничной площадке девятого этажа. Ниже идущая лестница была перерублена пополам. По бокам торчали погнутые металлические листы стен. «Что случилось?» — спросил он. Клейр уставилась на него большими мокрыми глазами. «Что-то...» Огромное щупальце обернулось вокруг ее торса и стащило ее с этажа. Эдам остолбенел, смотря на то, как извивающийся отросток тряс тело Клейр словно тряпичную куклу. Щупальце было грязно-серо-зеленого цвета и толстым, словно ствол дерева. Блики от эвакуационных фонарей мерцали на поверхности щупальца, отражаясь на стены лестничного проема. Клейр взвизгнула и тут же закричал Деррик. Затем Эдам услышал звук пощечины по лицу, после чего Деррик притих. Крики Клейр становились все громче и громче, и Эдам увидел струйки крови, потекшие из ее носа и ушей. Он услышал хрустки ее ребер, как они лопались одно за другим. Щупальце собралось раздавить ее до смерти. «Господи!» – прошептал он. Тут появилось еще несколько щупалец. Они обрушились на этаж через край проломленной стены, ползя по полу в поисках свежего мяса. После того, как Эдам выпустил по ним очередь из своего Калашникова, они отступили. Тут же вылезли новые щупальца, скручиваясь на бетонной поверхности, словно они были подпружинены. «Мы должны пробраться к другой лестнице», – сообщил он остатком своей группы. Они кивнули. Эдам пнул дверь ногой, между тем обратив внимание на упавшую замертво Клейр. Он продвинулся вперед, придерживая дверь для остальных. Небольшой отросток пролез в проем за ними. Но Кэрон тут же разрубила его пополам своим мачете. Эдам резко захлопнул дверь с удовлетворением, услышав звук закрывающегося замка. Я глядел окружающее помещение. Они находились на девятом этаже. Отдел «Продаж». Что-то странное происходило здесь. Весь этаж был укутан крепким туманом, заполнившим все рабочие места и коридоры. Эдам мог видеть только ближайшие пару метров в любом направлении. Даже стоявшие прямо рядом с ним члены его команды были нечеткие и расплывчатые. «Что это за херня?» – пробормотал Питер. Дейк заплакал. «Сколько у нас осталось?» – спросила Кэрон. Эдам проверил часы. «Чуть менее трех минут. Идем. Держитесь вблизи стены». Он пропустил их вперед вдоль левой стены, обходя стоявшие справа отсеки с рабочими местами. Он двигался быстро, чутко смотря в туман за любыми признаками жизни. Но он не слышал ничего, кроме биения своего сердца в ушах. Этот этаж казался пустым и безжизненным, отчего нервы были на пределе. Что-то тут было не так. Что-то поджидало их. «Куда дальше?» – спросил Питер. Эдам чуть не убил его в своих мыслях за нарушение тишины. «Дальше за угол», – ответила Кэрон. «А теперь закрой свой...» Одинокий вой перебил ее слова. Казалось, что он доносился откуда-то далеко, но из-за тумана было невозможно определить, насколько далеко. Тут заиграл еще один вой. Этот звучал ближе. Один за одним раздавались новые звуки, заполняя собой все пространство этажа. Деррик лег на пол, свернулся к калачикам и зандрил. Кэрон посмотрел на Эдама. «Беги», – сказал он. Они как раз рванулись к восточному крылу, к лестнице. Как из тумана вышло несколько огромных, покрытых черной матовой шкурой волков. От них пахло грязью и гниением. Эдам выпустил очередь из своего автомата и увидел, как голова одного волка буквально взорвалась. Он увидел, как трое зверей напрыгнули на лежащего Деррика и начали разрывать его на части с такой легкостью, словно он был сделан из бумаги. Деррик даже не успел закричать. Эдам услышал, как Питер заорал от ярости. Калерк побежал, выпуская короткие очереди в сторону волков. Он выпустил несколько очередей в одного волка, разнеся его черепную коробку на кусочки. Затем выбросил пустую обойму, быстро зарядив новую. Он успел произвести еще три одиночных выстрела перед тем, как еще одна ужасная тварь выскочила из тумана и прыгнула на него, опрокидывая его на полу ближайшей стены. Питер закричал, Карен бросилась было к нему на помощь, но Эдам резко схватил ее за руку и толкнул его в сторону лестничного проема. Он уже мертв! Беги, беги, беги вниз! Добравшись до лестницы, Карен, резко открыв дверь, пробралась на лестничную клетку. Обернувшись, Эдам увидел около дюжины волков, выходящих из тумана. Их пасти были широко открыты в предвкушении свежего мяса. Эдам особо не целясь, начал поливать их свинцовым дождем в надежде придержать их и выиграть немного времени. Чуть не поскользнувшись в крови, он быстро нырнул в дверной проем, слыша позади неистовый лай. «Одна минута!» — крикнул он. «Валим!» Они галопом крикнулись вниз по проему, перепрыгивая сразу по несколько ступеней за раз. Нижние этажи были завалены мертвыми телами, некоторые застреленные, некоторые обезображенные следами от клыков. Эдам и Карен прокладывали путь прямо по трубам, особо не разглядывая, куда они наступают. Добравшись до второго этажа, Эдам проверил часы. «Пятнадцать секунд!» «Быстрее!» Они добрались до первого этажа, и Эдам с силой врезался в дверь выхода, сорвав ее с петель. Он потащил Карен за руку, пробегая через небольшой коридор, ведущий к вестибюлю, к выходу на свободу. Они достигли вестибюля, имея еще шесть секунд в запасе. До стеклянных дверей выхода оставалось каких-то тридцать ярдов. «Они должны сделать это!» Карен завизжала с улыбкой на лице, а затем Эдам присоединился к ее ликованиям. Внезапно он услышал звук рвущегося металла и увидел, как двери лифта буквально разорвались. Эдам оглянулся через плечо, и с шахты кабины выползали чуть ли не сотни щупалец. Они вырвали Карен из рук Эдама! Звуки ее ликования резко сменились на ужасающий крик. Эдам отчаянно бросил руку вслед за Карен, и он уже понимал, что было слишком поздно. «Ее уже нет!» Ему оставалось только стоять и смотреть, как мерзкие отростки рвут ее на части, окрашивая пол вестибюля в багровые тона. За спиной Эдама прозвучал короткий щелчок. Стеклянные двери выхода закрылись. «Блокировка двери завершена!» Произнес из динамика механический голос. «Начинается процедура ликвидации!» Эдам услышал звук шипящего газа, просачивающегося сквозь вентиляционные решетки. Он упал на колени и закричал. «Он был всего в нескольких шагах от выхода!» Он смотрел сквозь стеклянную дверь на свободу, чувствуя, как вот-вот лопнут его легкие. Кровь брызнулась за ротовой и носовой полости Эдама Кларка, когда его тело бросили на хирургический стол. Трое санитаров в одинаковых синих халатах старались его удержать, но он был в ярости, будто обретя силу сразу десятерых человек. Но тут его сознание помутнело, и его сердце взорвалось. Карен Дэвис, начальник отдела кадров, отключила программу виртуальной реальности, и шлем, надетый на голову Эдама, перестал жужжать. Его тело дернулось еще несколько раз и затем замерло. Кардиограмма показывала ровную линию. Карен вышла из тренировочной комнаты и подняла трубку проходной, набирая отдел мистера Роуза. — Добрый день, мистер Роуз, — сказала она. — Мы только что закончили с мистером Кларком. Немного потрепав свои рыжие волосы, она убрала их за уши. — Нет, я боюсь, он не подходит под наши требования. К тому же у меня еще три кандидата на собеседование во второй половине дня. Возможно, один из них оправдает наши ожидания. Она поблагодарила мистера Роуза, повесила трубку и вернулась в кабинет. Санитары оттирали пол от крови, уже успев утилизировать тело Эдама Кларка. — Сколько времени вам потребуется? — Пару минут, — ответил один из санитаров, не поворачивая головы. — Отлично. Она вышла опять, подняв трубку, и набрала секретаря. — Шелли, кто у нас следующий на собеседование? — Райан Виллис из бухгалтерии. — Великолепно. Прикласите его ко мне. — Пожалуйста. — Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Сережа Лакий. Текст читал Владимир Князев. Текст читал Владимир Князев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...